Африка, Танзания, Кения… А змей больших видели? Я их ловлю и ем. Это Исландия. Красивая страна. Первоначально, наверное, это было такое модное слово «понты». Я поехал туда, где никто не был. И вот там все рассказывать. Геройство. Это ненужное геройство, которое привело меня куда-то. В борьбе за жизнь. Привет всем! Мы в Уганде! Атакуй, здоровый водопад! Где-то что-то доказываешь, потом геройствуешь. Все послушали, забыли, а ты потом расхлебываешь. Вот там такой классный меч. Видите, он костяной. Вот как росла лапа казуара. Казуар – это кто? Это такая птичка большая. Это была потребность ваша в чем? Это реализация детских каких-то желаний. Моя любимая книжка – это «Дети Капитана Гранта» с детства. Когда я созрел и понял, что я могу себе позволить путешествие какое-то нестандартное, я каннибалов, как я нашел? Я искал целенаправленно, кто меня туда сможет свозить. И вот именно сейчас это сохранилось, но уже посыл другой немножко. То есть я уже стал более осторожный, я не лезу на рожон. Расскажите, где вы на рожон были? Я был у каннибалов Попаан. Это люди, которые живут на деревьях, реально первобытные. И племена, которые первый раз видели белых людей. Оттуда я приехал с малярии. По Амазонке мы вот в притоках спускались, в абсолютно диких, где даже лодки не плавают. То есть там вот кайманов ловили руками. Потом по Африке тут гориллам ездил. В племена Эфиопии там. А вас же тоже, наверное, как и всех, называли ментом? А тогда, знаете, и меня сейчас это не сильно напрягает. Ну, важно же реагировать не как называется, а кто-то есть на самом деле. Вы же от оперы дошли до... Я был начальником городского межрайона АБЭП. Про карьеру я не думал. Тогда, наверное, времена такие были. То есть приходилось очень много работать. Реально там с утра до вечера. Раньше десяти вечера я домой не приходил в то время. Время неспокойные. Конец девяностых, нулевые. Вот. Но было очень интересно. И, наверное, тогда еще молодой был очень романтика. Вот это все. Там две стороны были бандитская и милицейская. Почти каждый день убийства были. Было, когда меня вызывает начальник ОВД. Он говорит, Евгений, надо вооружиться. Мы получили сообщение за то, что киллер нанят на начальника АБЭП. Ну, а вообще-то страшно. Первые дни, я помню, выходил, я замечал, где какая машина во дворе стоит. Мы тогда жили на мигзаводе. Там вроде всех знаешь. И когда едешь на машине, больше пяти минут кто-то за тобой едет. Ну, очень так обостренно все было. Вот. И, если честно, патрон в патроннике был у меня. То есть в пистолете, когда я заходил в подъезд в темный, не освещенный. Но вы из-за этого ушли? Нет, нет, нет. Это уже много времени прошло. Ушел я, когда почувствовал, что я уже сделал все, что интересно для моего роста было. Дальше остается только карьера. Ну, я уже могу открыто сказать. Ощущение было такое, что если я стану служить, меня похоронят в 45 лет или в 50. Я же пришел в милицию с комплексом отличника. Мне надо было что-то доказать себе, как папе, может быть, не знаю кому. Я даже благодарен, что я не коррупционером не стал. Я получил нужный опыт, нужную закалку. Приобрел определенных друзей. Поэтому все нормально. Я, кстати, не поддерживаю сейчас ни с кем из властных структур никаких отношений по работе какой-то. Поэтому с милицией меня связывают только воспоминания. Есть два варианта. Жизнь устраивать через связи и зависимость от кого-то. А есть вариант самому устраивать жизнь, чтобы ни от кого не зависеть. Мне кажется, второй путь логичнее и более правильный. Я считаю, не очень правильно вообще строить бизнес, жизнь, чтобы с крышами, участками, с чем-то там. И у нас получается, если здесь вот нам не влезет, то вернется здесь. Ну, стенку надо переносить, надо все посчитать. Ну, на крайне разворот здесь будет. Мужчине, наверное, это основополагающее, это найти себя и реализоваться в жизни. Наверное, еще понравится, потому что реально что-то создается. Когда видишь результаты труда, они такие радующие, положительные. Я, в принципе, не представляю, что я буду делать, если ничего не буду делать. Отдыхать. Да. Потому что, ну, работа, когда в радость, то есть оно разбавляет. Ну, съездила куда-то там в путешествие, то есть я там уже хочу на работу, там соскучился. Первое известие о проблемах серьезных со здоровьем, что это было? Ну, у меня было два таких периода. Первый – это когда я спину сломал. А что случилось? А я у друзей тогда гидроциклы взял у своих знакомых и катался вот здесь как раз вот недалеко на Волге. Крутился, вертелся и меня выкинуло. И я спиной об задний борт, ноги отнялись там, почти сознание потерял. Вот. И вот еле за него зацепился, чтобы, думаю, сознание потерять, чтобы хотя бы голова не утонуть. Боли такой я никогда в жизни больше не испытывал. То есть когда не пошевельнуться, не повернуться, то есть это страшно. Месяц вообще не вставал. То есть долго на больничном был, все, выжил. И через год поясница болит, там все сделал МРТ. Мне говорят, у тебя там громадное образование внутри крестца. Двенадцать с половиной на два с половиной в диаметре. Тут такая сосиска. И он как раз его распирает крестец, он вот-вот лопнет, там уже истощение крести. Ну естественно, тут мысли какие-то. Опухоль, да и там еще куча нервов. Как там это все убрать, там и онкология, и все уже. Как минимум инвалид. Вот это вот такое очень тяжело было. Вот скажите, как вы это переварили? У меня черта такая есть, когда какая-то ситуация экстремальная. Я наоборот мобилизуюсь и пытаюсь что-то делать. Нашел это, да, и врача. Вырезали мне, хотя я вообще не представлял, как это можно. Там куча нервов и вот там, чтобы ничто не повредить. Да, и врачи сказали, ну врачи, наверное, всегда так говорят, Женя, там до конца жизни, берегись. Ничего тяжелее там, полки хлеба не поднимай там и прочее, да. Опять же, меня это не устроило. Я так чуть-чуть пожил и решил, что буду наоборот. Летать начал. Это после операции уже, что ли? Да, 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 я же там на парапланы пошел, да, купил парапланы, летал. Для музыки какую-то. Да, два раза я руки ломал. А воспоминания, когда у меня было спортивное прошлое, вот, я был сильный, могучий и прочее. А тут такой резко сразу, там вот, бегать не могу нормально, то есть там, ну, почувствовал себя слабым мужчиной. И вот прям на следующий день я пошел в спортзал. Очень больно было, даже пустой гриф брал. Больно было даже сгибать, вот здесь прочее. Ну, потихонечку, потихонечку, ну, я таким монстром стал. 110 килограмм дошел чистого мяса, то есть оттягал там громадные веса. Вот, и это, наверное, как раз позволило мне забыть травму спины. Второй удар, который по здоровью был, это опять же, я уже большой, сильный, накачанный, бизнес прет. И видно в определенный момент, ну, организм уже все, сломался. Вот, а случилось это, я ездил в Индонезию, мы пересекали там нацпарк Табан-Нигара, через горы шли там, 25 килограмм за спиной. А еще я любил там первыми идти, соответственно, без футболки, герой же, это сейчас смешно. Вот, змеек ловить всяких там, паучков там, прочее. Вот, и с этого путешествия я вернулся с температурой. А я до этого уже три раза малярией болел, и я думал, малярия опять. Ну, признаки похожие. Ну, это не малярия, меня долго искали, 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 чем же я заболел. В конечном итоге выяснилось, что это аутоиммунное заболевание, иммунитет сбесился. И у меня легкие стали в крапинку, печень, селезенка. То есть, и собственный иммунитет начал атаковать собственные ткани. У меня уже на кожу, на легкие, на селезенку, это несколько органов задето. Это уже жизнеугрожающе, потому что если сердце, глаза, то есть, это, ну, все. То есть, я пролежал болезнь. То есть, надо было убить иммунитет? Целый год, да, пил кортикстероиды. И я реально почувствовал, что такое старость. Это когда утром встаешь, у тебя все скрипит, ты не можешь. Я попробовал нырять с аквалангом. Мне плохо на глубине стало. Это выносливость в ноль, там горка 20 метров, я уже задыхался. То есть, это очень неприятно. Я не знаю, в 70 лет, наверное, так себя чувствует. Вот. Но я прошел до конца этот курс, год прошел. Вот. И вроде все очистился. В мае заканчиваю, осенью я обнаруживаю онкологию. Рак кожи. И вот у меня снимки есть. Я такой весь в крапинку, как звездное небо. Это очаги показывают эти. И как только я вот вырезал, проходит два месяца. Вот. Возвращается аутоиммунка. Мой врач лечит. Друг товарища говорит, Женя. Тут выхода нет. Кортикстероиды. Я испугался. То есть, я понимал, что это путь в никуда. Решил, что я сейчас буду делать вот все. Надо будет землю. Буду есть землю. Ну, чтобы не уйти в кортикстероиды. Ну, выбор, да? Это или жить, или не жить. Да, я понимал, что если путь на лекарство, ну, это медленная, но смерть. Я у него взял месяц. Говорят, дай мне месяц. Через месяц я прихожу. Если нет изменений, то я иду на кортикстероиды. Ну, выхода нет. Я начал голодать. Одиннадцать дней, сухое голодание. Три дня потом переходить в такое. То есть, сухое, это когда ни воды не пьешь, даже не умываешься. Вот. И ничего не ешь. Естественно, вообще ничего не ешь. Разные эти методики. То есть, в месяц практически я там, не знаю, если не пять-семь может ел за весь месяц. Или за полтора там какой-нибудь период-то. Вот. И когда я пришел, то есть, врачу показал. Я очистил полностью все. Я больше не болею. То есть, а вот эта иммунка от меня ушла. Женя! Как спуск? Супер! Как не сдаться и не потерять надежду? Я помню эту боль, когда я спину ломал. Да? Когда... Ну вот мысли, что так жить нельзя. Да? Ты ждешь этого укола. То есть, тебе только сделали, а еще чаще нельзя ставить. Там через два часа только можно. А тебе уже через пятнадцать минут плохо. Вот. Это ужасно. Но одно, то есть, мысль, что все равно, то есть, боль, радость, прочее, мы чувствуем, когда мы живы. Когда мы есть. И в наших силах только что-то поменять, сделать. Даже боль чувствовать. Когда мы умрем, мы не будем чувствовать уже ни боли. Мы не увидим ни детей своих, ни как они растут и прочие вещи. Вот. Поэтому я, наверное, за жизнь буду цепляться. То есть, очень сильно и долго. Да? Ну, не за счет других. То есть, это вот так вот. А вы стоите? Ну, наверное, проанализировать свою жизнь, найти то, за что стоит цепляться. А за что вы цепляетесь? У меня очень классная, дружинная семья, окружение. Вот этот ару, которая создается. Вот. И как-то без меня это пошатнется. А ты профессию себе выбрала уже? Ну, нет. У папы больше на заводе работать. Не знаю. Хочется быть сильным, здоровым, чтобы еще погулять на свадьбе дочери младшей. Вот это, наверное, такая внутренняя цель. Потому что, когда все хорошо остальное, то есть, ну, зачем еще желать лучшего? Все, что со мной произошло, все, наверное, на пользу. И хорошее, и плохое. В комнатных условиях, там, стойкое растение не вырастет никогда. Вот. И вот с этой точки зрения, ну, вообще не хочу другой жизни. Моя жизнь – это моя жизнь. Она классная, она хорошая, мне нравится.